Наша съемочная группа вместе со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с инспектором центра ГИМС отправилась на Брисоглебское озеро. Во время рейда рыбаков оказалось немало. Любителям подледного лова напомнили о правилах поведения на водных объектах и безопасного поведения на льду. В данный момент толщина льда позволяет, она 40 сантиметров, то есть это достаточно. Самый маленький лед для человека это 7 сантиметров, то есть для одного человека. То есть если лед станет тоньше, то выходить на лед уже просто нельзя. Если лед до 10 сантиметров, то есть не больше двух человек рядом. Для рыбаков хотелось бы сказать, что сверлить лунки в данной ситуации рядом и много. Это опасно, потому что лед может треснуть и соответственно все люди, которые будут рядом, могут оказаться в воде. Специалисты напомнили рыбакам об элементарных средствах спасения. Хотелось бы попросить рыбаков, люди все взрослые в данной, ну в большинстве своем, чтобы они с собой брали какие-то определенные предметы, которые могут помочь им в нештатной ситуации, скажем, при провале под лед. То есть это какая-то даже отвертка, гвоздь, кусок веревки, которая может помочь им выбраться изо льда с полыньи и также помочь другим людям, если они окажутся в такой ситуации. Марат из Раменского сейчас находится в отпуске, поэтому появилось свободное время посвятить любимому хобби – порыбачить на Брисоглебском озере. При этом, по его словам, соблюдая все меры безопасности. Вчера было лучше, сегодня похуже. Так вот мелкая плотвичка, вот так в основном нормально, лед толстый еще, позволяет рыбачить. Ну с собой вот бур в собранном виде, отвертки есть, если что. Вот потрескивает, уже к обеду пойдем домой. Жизнь дороже, чем рыба. Ну, конечно, есть люди, которые рискуют, но и они из таких. Особое внимание во время рейда было уделено безопасности детей на водоемах в весенний период. Помните также, что весенний поводок – это ответственный период. Больше всего несчастных случаев весной на водоемах происходит со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у водоемов, даже пробуют кататься на льдинах. Уважаемые взрослые, напоминайте детям о том, что игры на льду в весеннее время и плавание на льдинах, плотах во время ледохода и половодия – это очень опасно. Не за горами открытие дачного сезона в Раменском городском округе. В связи с этим наступает пожароопасный период. Также хотелось бы напомнить, что согласно новому постановлению правительства Российской Федерации номер 1479 запрещается разведение костров на частных территориях, сжигание любых отходов и мусора, в том числе и листву. И также запрещается готовить пищу на открытом огне. Пожалуйста, помните правила пожарной безопасности. Нарушение конкретно этих пунктов влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Так что, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя, своих близких.